Итак, а сейчас выход Павла Маликова под музыкальное живое сопровождение. Павел, кстати говоря, ровесник Карла Магали, ему 30 лет также, родился 28 евро 1986 года. Место рождения и место проживания город Люберцы, 168 сантиметров рост. Послужной список 8 побед, 0 поражений, 0 ничьих, 2 победы нокаутом. Профессиональный дебют состоялся у Павла 23 мая 2010 года в Москве. Боксом Павел начал заниматься в 14 лет и сам себя характеризует как бойца, который исповедует агрессивную и темповую манеру бокса. У Павла это второй поединок в Екатеринбурге. В июле он победил досрочно Леонардо Дороньо, также филиппинцы. И слушаем ринг-анонсера пока. Послужной список бойцов на ваших экранах, дорогие друзья. Яки Лунин, Семен Стахеев, супервайзер WBC, Владимир Лаптеев. Косупервайзер WBC Оксана Семенишина, супервайзер Федерации профессионального бокса России Сергей Хурсанов. Рефери Даниэль Ван-де-Виль, Бельгия. Представляю вам соперников в синем углу. Боец из города Бохоль, Филиппины. Ему 30 лет. Рост 165 сантиметров. Чемпион IBF Pan Pacific 2015 года. Профессиональный рекорд. 31 бой, 20 побед, 10 нокаутов, 8 поражений, 3 ничьи. Карло Магали! А вот и его соперник в красном углу. Из города Люберцы, Россия. Ему 30 лет. Рост 168 сантиметров. Профессиональный рекорд. 8 боев, 8 побед, 2 одержаны нокаутом. Чемпион WBC Азиасирвер Павел Манека! На ваших экранах только что был список последних предыдущих соперников Павла Маликова. Напомню еще раз. Второй раз он будет биться в Екатеринбурге. Едет в город. Дорогие по манчишу бойцов! Легко бойцов различать. Черные перчатки, черные шорты, черные трусы Павел Маликов. Красные перчатки, красные трусы. И его соперник Карло Моголи. Представитель Филиппинских островов. В нашей программе уже третий по счету филиппинец, который выходит в ринг. Повторюсь еще раз. Очень опытный боец. В сентябре 2015 года завоевал вакантный пояс чемпиона IBF Pen Pacific в первом легком весе Карло Моголи. В апреле 2016 года стал временным чемпионом OPBF в первом легком весе. И вот сейчас поднялся на категорию выше, соответственно, в легкий вес. Очень опытный. И такой поездивший по миру филиппинец. Помимо родины он бился в рингах Японии, Австралии, Ганны и России. И, кстати, Павел Маликов второй российский соперник в профессиональной карьере филиппинца. В апреле 2013 года Моголи встречался с Андреем Богдановым и проиграл по очкам в 12-раундовом поединке. В общем, для Павла Маликова это второй филиппинец в карьере. И для Карла Моголи это второй россиянин в карьере. Вот такая забавная статистика, друзья. А теперь давайте смотреть, что у нас происходит в ринге. У нас происходит пока обмен ударами с дистанцией. Не является нокаутером, казалось бы, Павел Маликов. Но в предыдущем поединке он выиграл досрочно у, в общем-то, такого стойкого филиппинца. Вы слышите угловых Павла. Хорошо, сейчас двойка попадает в Павел Маликов. Ну вот подзастоялся Карла Моголи и, соответственно, Павел этим очень даже пользуется. Хорошо, хорошая серия от Павла. Вот как раз-таки то, о чем он говорил в интервью, что он темповик и старается действовать агрессивно в ринге. О, хороший левый какой сейчас отгрузил Павел Маликов. Филиппинец в стойке. Еще раз повторюсь, на 8 поражений лишь 2 досрочно. С другой стороны свой предыдущий поединок. Если память мне не изменяет, филиппинец проиграл досрочно. Пошел Павел Маликов на обострение. Ну вот сейчас начал отвечать филиппинец, хотя вот тут не успел. Очень быстро его жестко встретил двойкой Павел Маликов. Хорошая трехударная комбинация Павла Маликова. Заканчивается первый раунд. Хорошо сейчас боковыми поработал Маликов и начал вкладываться в удары. Первый раунд за ним. Я думаю, да, первый раунд за ним. Достаточно острый такой раунд. Посмотрим, что будет дальше. Филиппинец пока или присматривается, или слегка заснул в ринге. Такое ощущение. Либо просто не успевает за соперником. Хотя они ровесники. 30 лет Магали и 30 лет Маликову. Но еще достаточно такой длительный у нас промежуток. Это первый раунд. И возможно, филиппинец как настоящий профессионал. Просто практически не включается в первом раунде. Сажаем первый раунд. Здорово вам! Игорь Шарьевский! Итак, второй раунд. Павел Маликов против Карла Магали. Маликов представляет Россию. Карла Магали представляет Филиппины. Титульный бой за пояс WBC Asian Boxing Council Silver в легком весе. Весовая категория до 61 килограмма 200 граммов. Красные перчатки и красные трусы филиппинский боксер. Соответственно, черные перчатки. Черные трусы Павел Маликов, который сейчас провел очень даже неплохой апперкот. Вот сейчас пошел с джебом вперед Магали, но легко ушел от этой атаки Павел Маликов. И тут же провел двойку навстречу. Ну, Павел пока события не форсирует. Просто... Перещелкивает, да. Перещелкивает. Ох, какой левый крюк сейчас отгрузил Павел. Вот так достаточно свободно его перенес Карл Магали. Без особых видимых потерь. Но в любом случае это очень неприятный для него удар. И такой звоночек уже должен быть. Да, если он будет регулярно пропускать на протяжении поединка, то он может... Наверное, вот как раз еще два раза коротко попал сейчас. Сейчас так потряс, потряс. Сейчас действительно потряс. Филиппинца Павел Маликов. Делает устное завещание рефери за низкое движение... И это опасное движение головой. Немного валится вперед головой филиппинский боец. Обострение. Достал сейчас справа Маликов таким размашистым свингом Карла Магали. И тут же Карла Магали так опасно проатаковал левым крюком снизу. Постоянно просит у главы Павла работать с передней руки Джебом. Все правильно. И пока мы видим, Павел по корпусу практически не бьет. Больше охотится за головой. Больше охотится за головой, да. Но все те удары, которые он выбрасывает по корпусу, достаточно хорошо он попадает их. Так, навстречу через руку была попытка боковым попасть от Павла Маликова. Хороший боковой справа. Можно было добавлять здесь. Рок еще и слева тут же после уклона попал. И дал промахнуться сопернику Павел Маликов. И уже такая гематома образовалась над правым глазом у филиппинского бойца. Это следствие точных и жестких ударов Маликова. Два раунда позади. Два раунда позади. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok У нас продолжается поединок между Павлом Маликовым и Карлом Магали Это боец из Филиппин И бой за титул ВБС Азиабоксинг консул Сильвер Продолжает, продолжает так немножко поддавливать Павел Но такое ощущение складывается, что немножко пристроился к атакам своего соперника Карла Магали И пытается даже сам атаковать Хорошая атака от Павла Маликова Очень много крюков он донес до цели Мы слышим постоянно из угла просят от Павла Большее количество работы левой рукой Да, возможно, как раз вот этот и джеб Очень сильно сбивает Сбивает с толку Карла Магали Не дает ему прицелиться Не дает ему выйти на удобную для него дистанцию Опережает очень быстрый джеб у Павла Маликова И опережает он им своего соперника Сейчас снова два удара, достигли цели Хорошая двойка От Павла Маликова Ну и мы слышим, что тренер Секунданты требуют от Павла Маликова Больше количества работы передней рукой Не давать возможность восстанавливаться филиппинскому бойцу Размен на средней дистанции И так размашисто очень идет вперед Карла Магали Хорошая атака и попадает с дальней руки Павел Маликов Хорошая двойка Снова попадает Павел Маликов Но плотно перекрывается И идет вперед Вот с опасными крюками Карла Магали Но ему ничего не остается другого делать Иначе опасно очень попадает через руку Филиппинский боец Тут же была попытка ответить от Маликова Концовка третьего раунда И так в размене заканчивается третий раунд В таком очень опасном обмене Три раунда позади Напоминаю, что десять раундов запланировано в этом поединке Это десятираундовый поединок Ну и очень много ударов уже пропустил боец из Филиппинов Но показывает такую стойкость Карла Магали Вот мы слышим Подсказывают в углу Павлу Маликову Чтобы он пробовал Пробовал атаковать по корпусу слева Рефери попросил навести порядок в углу Слишком много воды Налили секунданты Но все прибрано И поединок продолжается И такой размен у нас сразу в начале четвертого раунда Плотно попал сейчас справа Павел Маликов В висок правым боковым Но перенес его филиппинец Хотя был немножко потрясен, на мой взгляд Но это подскользнулся Было... Потерял тут немножко равновесие Павел Маликов Но тут же попытался этим воспользоваться Карл Магали Выше голову просит рефери от Карла Магали И вот очень много удачных моментов появляется У Павла Маликова, когда он начинает работать передней рукой Хорошо у него получается Хорошая атака Два с передней И тут же дальний прямой От Павла Маликова И бойцы переходят в размен на средней дистанции И тут больше... Хорошо попадает сейчас Павел Маликов И немножко потрясен Вяжет, вяжет Карла Магали Но, видимо, те удары, общий тоннаж, который пропустил уже за этот поединок Карла Магали Начинают потихонечку сказываться 30 секунд остается до конца у нас четвертого раунда Ну и вот сейчас к концу четвертого раунда Действительно Таким уже достаточно уставшим выглядит филиппинский боец Гораздо свежее выглядит Павел Маликов Аплодисменты 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 Продолжение следует... Бокс! 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 К нему, бас! К нему, не надо ему отдыхать давай! Бокс! 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 Дem, баса, корм! Продолжается, продолжается у нас размен в центре ринга И ко мне присоединяется боксер-профессионал Василий Лепихин Здравствуйте, Василий Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья, любители бокса Очень приятно присутствовать на таком вечере бокса И у нас на данный момент идет бой Да, и у нас пятый раунд между Павлом Маликовым и Карлом Моголи Да, очень компромиссный я вижу бой, я только подключился К трансляции У нас идет такой размен в центре ринга Большое количество ударов В предыдущем раунде удалось немножко, на мой взгляд, потрясти Павлу Маликовым левым крюком Очень хорошая комбинация, да Ну и вот показывает такую стойкость Карла Моголи Ну все видит Павел, все видит, контролирует Видит, контролирует ход боя Но пытается, пытается Карла Моголи так время от времени отвечать Но мне кажется, гораздо свежее и больше сил сохранил сейчас Павел Маликов Поэтому вот, мы слышим, постоянно просят от Павла в уголь чтобы он больше атаковал джебом не давал отдыхать своему сопернику и вот в принципе это он и пытается делали это хорошая работа и встречный апперкот справа и прошел сейчас ну вот здесь вот на ближней и средней дистанции поточнее мне кажется выглядит конечно же павел такой левый крюк пропустил сейчас карла магали концовка раунда вот хорошо справа пятый раунд закончен половина поединка у нас уже позади но в принципе этот раунд тоже можно отдать павлу джебом встречает апперкуты боковой все заходит каждый твой аперкут отлично заходит понимаешь вот а Бой переходит в свою вторую половину. Наш шестой раунд. И напоминаю, Павел Маликов против Карла Багали. Трисовая категория до 61,2 килограмма. Вот Павел научит использовать ноги в движении ног. В принципе, он грамотно ведет бой. Павел меняет именно тактику боя. Быть разным в бою, это очень хорошо. Это показывает класс боксера. Но это будет, я думаю, приносить ему плоды в бою. И приводить к успехам, как сейчас вот мы видим. Да, снова двойкой достал Павел. И тут же хорошо перекрылся в глухую защиту. Смотрите, Магали, смотрите. Опасно немножко идет вперед головой Карла Магали. Филиппинский боец. Да, здесь главное Павлу не оставаться после своей атаки. Потому что Карла Магали пытается ответить вторым номером размашистыми боковыми ударами. Поэтому надо сразу перекрываться или уходить в сторону. Вот как сейчас хорошо. Хорошо, да, левым таким на отходе бросил Павел. С шагом в сторону, да, в сет-степ. Ну, молодец, Павел Обучин. Настрой есть, хорошо. Сейчас правый по корпусу. Да, и функционально, мне кажется, немножко так передышивает своего соперника сейчас Павел Маликов. Снова комбинация. И под правым глазом у Карла Магали уже образовалась такая гематома. Есть, да, есть гематома. Секунданты активно смазывали ее узелином в перерыве. Но очень часто все-таки это, я думаю, следы тех левых крюков, которые часто доносит до цели Павел Маликов. Да, да, левый крюк проходит постоянно у Павла. Где-то я думаю, что Павлу надо подергать соперника, подергать его, раздергать и потом уже проводить атаку. Чуть-чуть снять то внимание, которое тут сосредоточено. Да, да, видно, он заставится, Карла Магали, заставится. Здесь его надо дернуть, чтобы он провалился и контратаковать. Вот хорошо, да, апперкот, я думаю, будет проходить. Вот хорошо, да, двойка какая. Вот не оставаться. Эпизод за Павлом. Вот молодец. Именно в комбинации Павел берет бой комбинациями многоударными. Концовка у нас шестого раунда. Хорошо, левый крюк опять навстречу. Ну, отличный бой. Отличный, зрелищный бой. Зрелищный, да, поединок такой. Шестой раунд весь в размене у нас и бойцы расходятся на перерыв. Публике нравится, это похвально. Да, сегодня практически полностью заполнен у нас зал. Интересные бои сегодня еще ожидаются, конечно же. Это и бой Магомеда Курбанова, и, конечно же, Евгения Чупракова. Ну, и все ожидают этот интересный бой между Дмитрием Михайленко и Брэдисом Прэкосом. Прэскотом. Прэскотом, да, прошу ощущение. Очень опасный соперник. Да, очень известный. Очень известный. С вами победа и нокаутом Амир Ханом. Над Амир Ханом в первом раунде. Да. Поэтому ожидаем очень зрелищного боя. Ну, что могу сказать. Я работаю в команде Дмитрия Михайленко. И я знаю, что он готов. Готов на все 200%. Он сделал выводы с прошлого боя. И поменял отношение подготовки к боксу, к мировоззрению. И сейчас он просто будет выходить и делать бокс к искусствам. Потому что он готов. Ну, мы, да, с нетерпением ждем сегодняшнего этого поединка. Ну, а у нас продолжается поединок между Павлом Мальковым и Карлом Моголи. У нас седьмой раунд. Карл Моголи хочет реваншировать предыдущий раунд и пошел в атаку сейчас. Да, он, скорее всего, понимает, что он проигрывает. Да, ему терять нечего, в принципе. Он боксер, он знает свое дело, ему надо работать. Но Павел, я вижу, намного быстрее. Конечно, здесь скорость. У нас такая небольшая заминка, связанная с мокрым полом. Да, слишком много воды было вылито секундантами в перерыве. Канвас уже мокрый ринга, и поэтому скользко в центре ринга. Идет, идет вперед. Так даже немножко опасно вперед головой. Филиппинский боец. Вот, хорошо, правый перкот, да. Отличная комбинация. Просит рефери. Да, вытереть ноги, да, протереть. Боксерки, потому что он очень скользко, да, это опасно. Да, хороший проводит Павел комбинации, которые приносят ему победу. Я вижу победу и в каждом эпизоде, в принципе, за ним. Да, и достаточно остро, хорошо работает джебом. Все заполняют вот эти паузы. Ну, видимо, понимает, что проигрывает Карла Моголи. И вот идет вперед, так немножко даже без защиты, валяясь вперед на своего соперника. Пошла заключительная минута у нас седьмого раунда. Да, паузу, я думаю, надо заполнять передней рукой джебом. Не давать дышать ему, не давать думать. О, хорошо. Хорошо. Есть. Есть попадание. Потряс немножко Павел своего соперника этим попаданием. Ну, я думаю, надо развить. Есть время. Чуть-чуть меньше 30 секунд остается. Павел контролирует бой, поэтому он не спешит. Я вижу, видно. Потому что сейчас можно поспешить, оставить все силы. А еще у нас восьмой, девятый, десятый раунд планируется. Да, еще достаточно большое количество. Есть время еще? Каждый раунд за ним, поэтому спешить некуда. Здесь надо побеждать на классе. Вот как сейчас. Хороший раунд. Да, и бойцы расходятся на перерыв. Ну, остается еще три раунда в этом поединке. Василий, буквально недавно у вас тоже был бой 15-го числа. Я знаю, поддержал победу. Как все прошло? Как что? Как впечатление? Да, спасибо большое. Дабл-бой здесь, в Екатеринбурге, 15-го ноября. Мой бой был главным боем вечера. За вакантный титул временного чемпиона WBC Евразия. С опытным Константином Петерновым. Я уважаю этого боксера. Потому что знаю, что он провел очень хорошие бои. Его стиль профессионального бокса очень хороший. И большой опыт боев. И я готовился к этому бою практически два месяца. Даже чуть больше. И могу сказать, что выходил с жаркой только побеждать. После таких неудач, что в своих предыдущих боев было много сделано работы. И в психологическом плане это было связано. Ну, я вышел на бой с целью только побеждать. И начался бой. Конечно, был бой такой короткий. Два раунда. Это для меня было неожиданностью тем, что Константин отказался после второго раунда. От продолжения. Да. Ну, ссылка была на травму руки, которую он получил. Но во втором раунде я сам почувствовал, что попал ему левым боковым. Хотел свой шанс развить. Да, в третьем раунде, но он не дал его этого сделать. Ну, это, в принципе, его право. Он боксер, он знает себя, свое здоровье. Он хочет поберечься. Может, где-то это и грамотно и правильным выбором. Ну, результатом самое главное я готов. Ну, я рад результатом. И это будет для меня таким стимулом, мотивацией дальше работать, тренироваться, чтобы проводить еще больше боев и более большими боксерскими именами. Поэтому это возвращение для меня очень полезно. Спасибо. Благодарю. Благодарю за акцент на моем бою. Ну, а у нас продолжается поединок. Павел Маликов против Карла Моголи. И у нас восьмой раунд из запланированных десяти. Да, стойкий боец Карла Моголи. Ну, это Филиппины. Можно отметить, это просто функционалка, это характер, это большое количество боев. Поэтому каждый филиппинец, я никого нельзя не дооценивать, потому что вообще любого боксера. А боксеры с такой национальностью, которые в духе уже бойцы, они проводят много боев, они живут, в принципе, не очень, можно сказать, богато. А боксы, как говорят, спорт, не богатых. Да, абсолютно верно. Поэтому для каждого из них это трамплин в жизнь, трамплин в какую-то другую. Поэтому он все свои возможности, все, что у него есть, он сейчас показывает в ринге. И на данный момент у него есть характер. Это видно, он старается, хоть он и проигрывает все раунды, в принципе. И у него уже гематома видно, еще больше. Практически закрылся левый глаз у него. Левый глаз, да, образовалась очень большая гематома. Ну, он старается, он хочет показать, что он... Да, у нас все-таки в центре ринга небольшой это... Да, слишком мокрый канвас, да. Молодец, Малик. Ох, какая атака в исполнении Павла. И у нас... Да, у нас идет просто, можно сказать, рубка. Рубка, рубка, да, в центре ринга. Рубка, да. Концовка, концовка восьмого раунда. Ну, надо быть внимательным, внимательным. Очень хороший раунд. Концовка просто замечательная для любителей бокса, для фанов, которые хотят видеть зрелищные бои с разменом ударами. Здесь Маликов, конечно, меня восхищает своей работой. Именно функционалкой и работой комбинациями ударов, которые приносят ему результат. Ну, а вот мы видим, практически закрылся левый глаз у Карла Моголи. Ну, и вот сейчас рефери подошел за... И это отказ. Секунданты отказываются от продолжения поединка. Может, это правильно, потому что не было шансов у Карла Моголи переломить бой. Ну, и, конечно же, здоровье спортсмена. Это тоже у него важно. А здесь надо самое главное сохранить здоровье. Это правильный выбор сейчас сделал секундант и тренер Карла Моголи. Потому что здоровье важнее. Ну, команда рада. В принципе, похвально, что боксеры уложительно относятся друг друга. Да, подошли, пообменялись рукопожатиями. Это спорт. Ну, и мы ждем официального объявления победителя и награждения. Да, хорошая, уверенная победа. Эмоции, эмоции Павла. Была просто проделана большая работа, я его понимаю. Это труд похота в зале. Да, и те эмоции, когда... И сейчас вот эта уверенная победа, восторг у него в душе, это адреналин, это... Зачем приходит боксер в профессиональный бокс, он сейчас получает? Вот это поднятие его в руки. И аплодисменты зрителей, это ради чего боксер и живет. Да, те эмоции, которые он хочет пережить. Получает, да, эмоции. Не только, как говорят, финансы и деньги. Вот он получает вот это самое главное. Одобрение зрителей, восторг и восхищение его работы, то, что он сделал в ринге. Молодцы команды, это работа всей команды, и промоутеров, и менеджеров, и тренеров. Поэтому заслуженная боевая победа. Да, мы поздравляем, конечно же, Павла Маликова. Ну, без сомнения, уважение его сопернику Карла Магали. Он приехал, сражался, но сегодня сильнее был Павел Маликова. Он сделал все, что мог, да. В своем сейчас данном этапе это боец, и он делал... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok